Добрый день, мои дорогие друзья! Начинаю продолжение, вернее, осмотра моих розочек и их характеристика. Сколько я знаю, сколько вам и расскажу. Это розочка робуста посредине у меня сада. Видите, какая она? Огроменная красавица колючая. Но я не о ней буду рассказывать, а сейчас о других. Вот это розочка Кинг Артур. Меня многие спрашивают, как ее найти. Найти она еще идет под именем Самаритян. Это розочка питомника Харкнесса. Вот высота у нее полтора метра. Темно-фиолетовые, пурпурно-фиолетовые у нее бутоны. Чем отличается серединка в этой розы? Смотрите, есть такое выступление. Зелененькая серединка. Она раскрывается не полностью стычинками, а есть вот такая серединка. Но и есть обычные, вот нижняя розочка сейчас. Вот смотрите, вот такая она должна была быть серединка. Ну и вот такая и с зеленью. Роза полтора метра высоты. Имеет запах приятный. И вот такой пурпурный цвет. В этом году она такая же, как всегда, по своему размеру. Не перегоняла, как все остальные. Обычный куст полтора метра высоты. Подкормки специальные они на какие розы не дают. Они мне все укрываются конским перегноем или торфом. Потом это все разгребается в округе, заливается водой. Особенно, как в этом году шли три месяца дожди. Поэтому розам питание досталось. Как всегда, были они подморожены весной. И вот сейчас, когда начались сильные ливни, а потом резко сразу в один день начала жара, эти замороженные листики, которые были в гармошечку так, они просто пожелтели. Не все, конечно, а многие. В 90-м году эта розочка получила золотую медаль. Эти розы, красавицы, еще и медалистки. Но бутон у нее обычный, небольшой. Сейчас я перейду вам к другой розе. Вы там сейчас увидите, какой у нее огромный бутон.